Здравствуйте! В эфире Сайгез. Сегодня мы анализируем историю партийного строительства в Казахстане и пытаемся выяснить, могут ли появиться новые политические партии в нашей стране. Перечиските, пожалуйста, партии, в которых вам довелось состоять. Вкратце только название. Пожалуйста. Ну, ОСДП и партия «Атлетс». Социалистическая партия, партия «Азамат», «Нагыс Акжол» и, наконец, общенациональная социал-демократическая. А, ДВК еще забыл. У меня, наверное, ситуация немножечко другая. Не столько состоять, сколько выступать в роли партийного аналитика и партийного технолога. Партия «Асар», партия ОСДП, частично консультации в партии КНПК. Спасибо. Максим, к вам просьба сделать такой краткий экскурс в историю партийного строительства в нашей стране. Ну, на примере провластных партий, оппозиционных партий. А можно ли ограничить сроки? То есть у нас процедура партийного строительства вот за последние 20 лет, с самого начала, фактически, с первых лет независимости, может быть чисто методически разделена на два больших блока до принятия закона о выборах и о партиях в 2002-2003 годах и после. Максим Казначеев, политолог, руководитель сектора внутренней политики Института политических решений. То есть первые 10 лет у нас процесс партийного строительства был достаточно свободным. Там требования к организаторам политических партий были минимальны, поэтому партийное строительство в 90-е годы развивалось очень бурными темпами. Затем рубежный период, который можно обозначить, это ситуация СДВК в 2001 году и соответствующее ужесточение партийного законодательства, принятие знаменитого закона о партиях, ограничивающего минимальную численность членов в 50 тысяч человек. И после этого, фактически, начиная с 2003 года, мы живем совсем в другой парадигме. В этой ситуации наше партийное пространство существует примерно последние 8-9 лет. И фактически то, что мы имеем сейчас, это плод эволюции за этот период. Спасибо. Как известно, партии в Казахстане связаны между собой, скажем так, генетически, общей историей. Если взять, например, оппозиционные партии, то в ОСДП есть часть Акжола, того предыдущего Акжола. Акжол, в свою очередь, когда-то отпочковался от демократического выбора Казахстана. И вот это слияние, поглощение, расколы, что они собой представляют? Это эволюционный какой-то путь партийного строительства в Казахстане? Или все-таки это путь деградации, умирания постепенной политических партий? Пожалуйста. Если в нормальных современных парламентских системах именно представительная власть формирует исполнительную власть, формирует законодательную базу, то у нас все строго наоборот. То есть именно правительство пишет законы для парламента, а если парламент что-то и хочет принять, то только с разрешения правительства, даже если закон на одну тенгушку. И по секрету говоря, именно исполнительная власть определяет, какие партии регистрировать, какие не регистрировать, какие партии на выборах пропускать, какие не пропускать, и какие депутаты должны быть в этом парламенте, каких не должны быть. Большинство политических проектов в Казахстане – это вождистские проекты, все партии вождистские, то есть это партия кандидатов в президенты. Если в одной партии собирается несколько кандидатов в президенты, там начинаются расколы и разборки. Вот Валихан это хорошо знает. Ваше мнение, идет эволюция партийного строительства куда-то вверх, или наоборот, по наклонной? Знаете, я думаю, что изначально, если, конечно, исключить только сейчас из моих тезисов коммунистическую партию Казахстана, которая уже свыше 80 лет насчитывает свою историю, и говорит о других политических партиях, то есть два очень важных аспекта, которые, на мой взгляд, кажутся неотъемлемыми признаками существующих нынешних партий. Валихан Кайсаров, президент общественного фонда Кенисары Хан, экс-заместитель председателя партии Аделет. То, что все существующие партии в Казахстане созданы либо на основе президентского влияния, то есть так называемой пропрезидентской, проправительственной партии, либо партии, созданные буржуазно-олигархической верхушкой казахстанской экономической бизнес-элиты. Как такового оппозиционного движения, которое шло бы от народа, шло бы от масс, шло бы снизу, в Казахстане не было. Вы хотите сказать, что истинно народных партий у нас нет? Если только исключить коммунистическую партию Казахстана. Не надо ее исключать, она совершенно точно такая же. Как вы считаете, Максим? Я сторонник элитарной теории происхождения казахстанских партий. Я не согласен с тем, что, в принципе, возможно формирование партий, так сказать, от сахи, от народа. В основании появления всех казахстанских партий лежит феномен фрагментации элиты. То есть есть большое количество внутриэлитных политических групп, кулуарных, чиновничьих, бизнес-корпораций. И партийное пространство Казахстана является очень ярким, таким вот рельефным отражением тех вот структур, бюрократических бизнес-структур, которые стоят за этими партиями. По большому счету, во многом, конечно, можно согласиться, что политические партии выступают в качестве вспомогательного инструмента публичной политики именно для вот этих вот элитных групп. И поэтому, наверное, ожидать появления партий, абсолютно не связанной с какими-то внутриэлитными кругами, наверное, нереалистично. Прежде всего, хотела сказать, что только партия в Казахстане, это продолжение советских партий, или, точнее, одной советской партии. Поэтому то отношение к партиям, которые сформировались в предыдущий 70-летний, 80-летний период, оно, в принципе, сейчас имеет инерцию довольно значительную, и это выражается в голосовании за партию, скажем так, про президентского толка. Это наблюдается во многих странах, не во всех бывших по СССР, но у нас это наблюдается очевидно. Народ видит, партии объединяются, раскалываются, укрепляются, ослабляются. Но в целом-то на уровень доверия избирателей, простых людей, политическим партиям, в том числе к парламенту, где уже несколько партий представлено, вот как это сказывается? То есть доверяют, не доверяют избиратели, или есть какая-то еще? Надо вот что понимать, что все-таки казахстанский массовый избиратель ориентирован на феодальную, а не на парламентскую, не на многопартийную систему управления. Он даже, может быть, этого не осознает. Народ в основном ориентируется. Если есть порядок, если есть хлеб, и нет бунтов, то вроде как и нормально, привычно. И человек-то хороший. Да, и другого мы, в общем-то, в своей истории и не знали. Поэтому, когда избиратель идет на выборы, будь то президентский, будь то парламентский, он, даже парламентский, он всегда примеривается. А вот этот вот годится на замену действующего президента? Видит, что не годится, видит, что карликовость. Иногда даже просто до неприличия. И, соответственно, поддерживает эту действующую власть просто потому, что ориентирован не на парламентаризм, а на эту власть. Я повторяю, внутри страны, конечно, есть потенциал для строительства более современной представительной системы, но его крайне мало. Максим, как Вы считаете, вот эта партийная жизнь, партийное строительство способствовало тому, чтобы избиратели больше доверяли политическим партиям, парламенту в том числе, или все-таки доверие понизилось? После всех этих расколов, объединений, не очень понятных простым людям. Да, тут, наверное, необходимо обратиться к небольшим вот таким базовым вещам, которые характеризуют массовое сознание. Вообще, на постоянной основе, политическими процессами, во всех странах мира, не обязательно Казахстан, постоянно политикой в стране, как правило, интересуется не более 15% населения. Это люди, которые, по крайней мере, отслеживают информационные потоки, касающиеся политиков, политических партий, серьезных политических процессов. Когда мы говорим о политических партиях и уровне доверия к ним, так вот, рациональный выбор этих партий могут сделать только вот эти вот 15% населения. Все остальные люди, сверх них, которые приходят на избирательные участки, голосуют по модели эмоциональных симпатий и антипатий. И, безусловно, они голосуют не за партию, а за лидера. Но, говоря о доверии к политическим партиям, я бы хотел сказать, что почему сегодня люди не верят политическим партиям и, следственно, и не верят ее лидерам. Потому что, мне кажется, у лидеров политических партий очень много личностных амбиций. И их неспособность договориться между собой, их неспособность объединиться, отсутствие какой-либо четкой, ясной идеологической платформы у каждой партии. Именно эта вот непонятность, эта неопределенность и отсутствие доступа у политических партий к массам, это влияет на то, что сами массы не могут определиться, кому же верить. И поэтому они верят тому, кто реально уже есть. Есть, допустим, партия Нурдан, есть Назарбаев, вот, по крайней мере, мы будем хоть верить ему, хоть что-то там есть. А говоря о других политических партиях, я хочу еще раз повториться, что сами лидеры этих партий себя уже дискредитировали. Многие люди уже не верят лидерам политических партий и вследствие не верят самой политической партии. Спасибо. Ну, тема лидеров партии и того, что избиратели, люди простые, в основном ориентируются на личности, а не на партии, уже звучало сегодня не раз. Хотелось бы узнать, а в чем причина-то? Почему у нас партии не развиваются, как нормальные, стабильные, такие долговременные общественные институты? Почему все привязано к каким-то отдельным личностям, пусть это действительно политические лидеры? Вот человек в итоге с трудом может отличить или вообще не может отличить просто коммунистическую партию Казахстана от коммунистической народной партии Казахстана или Акжол от Нагаса Джо, Акжола. Ну, такого же нет, по-моему, в других странах. Партии, как часть политической системы, не могут не быть привязанными к этой политической системе. Если в этой политической системе есть единовластие, то партии в любом случае как-то там болтаются, извиняюсь, где-то сбоку от этого единовластия, те к нему либо примазываются, либо пытаются его сокрушить, но в любом случае они зеркалят этот режим. Спасибо. Вы как считаете? Ну, я думаю, что с Петром Владимировым, видимо, надо согласиться, потому что действительно аргументы, они правильные. Максим? Да я бы, наверное, даже еще больше упростил ситуацию. Партийные структуры, как правило, вторичны по отношению к элитным группам, от которых они происходят. Проблема Казахстана заключается в том, что позиции, внутриэлитные позиции этих самых элитных групп еще не устоялись, они не прочны, в отличие, допустим, от развитых западных стран. И проблема Казахстана заключается в том, что внутриэлитная группа может вообще быть уничтожена. Соответственно, и партия, которая продуцирована этой элитной группой, вообще может исчезнуть с политического ландшафта. Почему у нас больше населения ориентируется на персонали, нежно на политические партии? Ну, во-первых, есть два аспекта, что сам себя любимый, это важнее, чем даже эта партия, которую ты имеешь. Это во-первых. Во-вторых, значит, в себя вкладывать гораздо выгоднее и экономнее, нежели вкладываешь в партию. Почему, допустим, то же самое Германия, например, политические партии или, скажем, Великобритания, там не основываются на персонале, на кто пришел во главе этой партии. Там смотрят на саму партию. У нас, например, чтобы раскручивать саму партию, нужно вливать огромные средства, огромные деньги. Во-первых, и территориально мы разбросаны. И во-вторых, значит, по населенным пунктам слишком много населенных пунктов, которые разрознены. Поэтому лучше вложить, скажем, миллион долларов кому-то в себя, нежели, допустим, 50 миллионов долларов в партию вкладывать. И вот это вот идет еще изначально у людей, как Петр Владимирович говорил, что люди верят в царя-батюшку. То есть какая-то персона, какая-то личность должна все это делать. Наши же олигархи, те, кто имеет деньги, те, кто хочет иметь деньги, они по большому счету слишком жадные до денег. То есть тот капитал, который заработан, практически нелегитимен, как правило. Я не знаю ни одного миллионера в Казахстане, который сказал бы, что эти деньги заработал честным путем. Поэтому они зарабатывали деньги, как правило, нечестным путем, и до денег очень жадные. Поэтому вкладывать собственные деньги, допустим, в развитие партийной системы в Казахстане, они не готовы и не хотят. Они хотят получить все даром и на халяву. Спасибо. Еще один вопрос по лидерам уже политических партий, вот по их позиционированию в политической жизни. Как-то вот легко они перебираются с одного фланга на другой. Ну, скажем, лидер Акжола Алихан Байменов в прошлом году был приглашен президентом возглавить агентство по делам государственной службы и перешел. С другой стороны, чиновники крупного масштаба, ну, скажем, Жармахан Туякбай, это бывший генеральный прокурор, бывший спикер Мажелиса, идет и возглавляет оппозиционную партию ОСДП. Вот эта тенденция, она сохранится у нас? Это будет вечно продолжаться? Или все-таки когда-то произойдут какие-то перемены, и политик, став политиком, уже больше не вернется на госслужбу, а чиновник не пойдет в оппозицию, ни при каком раскладе? Вы знаете, это сохранится до тех пор, пока у нас не сложится нормальный институт партии в Казахстане и нормальный институт многопартийного парламента. До тех пор, пока не будет реально работающих политических партий, до того момента будет то, как вы сейчас говорите, происходит. Когда партии реально будут приходить к власти и ставить на определенные министерские должности или на губернаторские должности, на должности Акимов, скажем, именно представителя своей партии, тогда партия будет отвечать за ту ситуацию, которая происходит в стране или на ее участке. Вот тогда не будет шараханий за одной партией, допустим, в госчиновники, или обиженный госчиновник перепрыгать, допустим, в оппозиционную партию, когда будет все отлажено, и когда каждый политик, каждый деятель будет связывать свою судьбу, свою карьеру только с этой политической партией, только тогда это будет стабилизировано. Сейчас будет шарахание. Спасибо. Максим, как вам видится эта тенденция? Она вечной будет или когда-то это прекратится? Я, на самом деле, не считаю ее негативной. Я считаю, что то, что у нас эти процессы, по большому счету, только начинаются, и негативная к ним реакция, обусловлена непривычностью самого феномена. А вообще то, что мы видим, это первые такие вот, первые штришки к феномену, который называется ротация элит. И для развитых демократий вообще-то норма, когда партийный лидер идет во власть на госслужбу, либо человек с госслужбы идет функционером в партию, это механизм, который обеспечивает самое важное свойство партийной системы. Это механизм обратной связи между государственной бюрократией и общественными организациями. На самом деле проблема заключается в том, что у нас еще радикальность общественного сознания не допускает мысли о том, что лидер формально умеренной оппозиционной партии может возглавить агентство по делам госслужбы. Будет гораздо более интересная эволюция, когда руководитель агентства по делам госслужбы уйдет с госслужбы и будет формировать новую политическую партию. Оппозиционная? Умеренно. То есть тут это уже технические нюансы. Главное, что опробируется канал ротации элит. Это уже хорошо. Спасибо. Ну, совершенно правильно. Просто то, что Максим описывает, это нормальная система, когда партии являются частью представительной власти, а представительная власть формирует исполнительную власть. Соответственно, партийные функционеры могут переходить во власть, могут уходить в оппозицию, и это не значит, что за ними КНБ должна теперь следить. Это нормальная ротация. У нас все партии, включая, по секрету говоря, и Нуратан тоже, они находятся не во власти, они находятся сбоку от власти. Они исполняют обслуживающую, либо противодействующую функцию. Но властную функцию ни одна партия не исполняет. Соответственно, там перешел чиновник в оппозицию, значит, от кормушки оторвали. Ушел человек из оппозиции во власть, значит, купили. Надо просто осовременить саму систему, превратить ее из нынешней такой, феодальной все-таки, я бы сказал, ну, феодально-олигархической, в парламентскую. И тогда все станет на свои места. Есть давление одной единственной партии, Нуратан. Нуратан – это партия единомыслия. А единомыслие – это признак бескультурья. Партия – это убеждение, это мировоззрение. А в Казахстане убеждение продается. Ну, партия «Руханьят», например, возьмите. Когда лидер партии признает, что купил у другого лидера партию, это уже признак безнравственности. То есть убеждение покупается, убеждение продается. Я говорю о «Руханьяте» сейчас. Поэтому говорить о партии строительстве – это преждевременно в Казахстане. Поговорим немного о внутрипартийной жизни, о внутрипартийном строительстве. Петр Владимирович, через какие трансформации в последнее время Ваша партия прошла? Вы лично согласны с ними были или нет? Перед выборами мы приняли такое юридическое, оно же политическое решение вернуться в формат ОСДП. Это не значит, что мы разделили партии. У нас партия осталась по-прежнему единой, и мы составляемся из этих двух партий. Но тут важнее другое. Наша партия действительно состоит из очень многих ярких и амбициозных людей. Это и наша проблема, но это и наше достоинство. И в этом смысле вот такое разнообразие, и некое даже, может быть, внутреннее кое-какие противоречия в нашей партии, я рассматриваю это как нормальное явление, которое будет способствовать все-таки выкристаллизации такой парламентской внутри нашей партии. Я вообще придерживаюсь такой точки зрения, что в нынешних политических условиях не до жиру. И фактически тех политических партий, где можно найти себя, или партию, которую можно все-таки вывести в лидеры, сегодня в Казахстане, к сожалению, пока не оказалось. Единственная политическая партия, которая реально имела шанс, допустим, на последних президентских выборах выдвинуть свою кандидатуру, допустим, была ОСДП. Но именно наличие слишком много ярких политических деятелей в этой партии, именно присутствие какого-то такого, ну как, амбициозности у каждой из этой политической фигуры привело к тому, что, в принципе, они никого и не выдвинули. Хотя реально могли выдвинуть несколько человек, допустим, каждого, допустим, хотя бы, ну, объявить. Алиханов, а вы выдвигались вот какой-то побольше? В том-то дело, что... И в Алиханов 5 секунд зачистили, потому что он не должен был быть первым. А то ОСДП бы. Да, как раз они меня и поэтому и исключили из партии, допустим. Ну, я уже не говорю там о тех уставных нарушениях, которые были применены при отчислении из партии. А, так у вас с двух концов. И из партии исключили, и ЦИК еще. Да, и ЦИК еще, да. И еще с Верховным судом пришлось бороться, как вы знаете. Вот. Поэтому, конечно, очень сложно в этих условиях найти ту политическую силу, которая, допустим, соответствовала бы тем, ну, скажем, раз идет речь обо мне, моим, допустим, представлениям о том, какая должна быть политическая партия и как должна быть выстроена политическая система управления государством. Поэтому, конечно, даже сейчас мое присутствие в партии «Атлет», это тоже фактически становится предметом как бы диспутов, дискуссий. Вот. И даже в партии «Атлет» есть определенные силы, которые не заинтересованы, допустим, в моем присутствии в этой партии. Максим, ваш опыт какой? Вот участие в партийном строительстве, трансформации партии? Ваши вообще личные планы, ожидания оправдались? Нет, ну, у меня немножечко гораздо более скромная роль. Я все-таки всего лишь навсего обеспечиваю текстовое сопровождение, как правило, руководителей тех или иных партий. И в этом плане, наверное, сложно говорить о каких-то предпочтениях. Все-таки здесь больше технологическая роль. Возможно ли появление в Казахстане новых политических партий в ближайшем будущем? Максим, как вы считаете? Я переведу сразу все в количественные параметры. У нас примерно невооруженным взглядом можно насчитать в ближайшем окружении президента примерно 15-20 серьезных внутриэлитных группировок. Политических партий всего лишь навсего 9. Ну, там с незарегистрированными чуть больше. То есть, понятно, что есть элитные группы. А, важный элемент. То есть, есть три основных кита, которые позволяют внутриэлитным группам работать в публичном политическом пространстве. Во-первых, это средства массовой информации. Во-вторых, аналитические центры. Третья, партийная структура. Партийные структуры самые эффективные. Если у нас примерно 15-20 внутриэлитных групп и всего лишь навсего 8-9-10 политических партий, безусловно, потенциал для увеличения количества политических партий есть. Вообще, в любой нормальной политической системе должно быть не больше 3-4, ну, максимум 5 партий. Потому что интересов, реальных интересов, социальных, экономических, конфессиональных, этнических, региональных, каких угодно, в любой стране не более того. Вот. И управляемость должна быть, когда должно быть считанное количество партий. В Казахстане, между прочим, заранее известно, сколько должно быть партий. По треугольнику. Треугольник – самая жесткая фигура. Одна часть – это олигархи. Мы их не любим, сырьевые олигархи. Но они есть. Им достаточно одной партии. Это сырьевая направленность экономики. Это самый мощный ресурс. И они должны быть политически представлены. Куда деваться? Вторая часть – это вот национально-патриотическая. Она же либеральная, потому что национал-патриоты как бы по известным причинам тяготеют к западным ценностям. Вот национал-либеральная партия. Третья – это социал-демократическая. Совершенно очевидно. Двух остальных вроде бы нет. Ну, социал-демократической нет, потому что она ходит на улицы. А я говорю, что этот треугольник должен быть не на площадях, не на митингах и не в кутузке 15 суток отсиживать. Он должен быть в парламенте. Вот этот треугольник, весь треугольник. Между прочим, не следует стесняться в правильном проектировании партии. Если каждому, извиняюсь, дать возможность зарегистрировать свою партию и там разрешить от 50 тысяч снизить планку до 5 человек, и вот давай, создавай свою партию. Это не будет демократия, это будет полный бардак. Это будет степная борьба, никуда ведущая только к дестабилизации. Партии должно быть считанное количество, правильно рассчитанное с самого начала. Спасибо. Варихан, мы согласны, во-первых, с тем, что партии может быть гораздо больше на самом деле, хотя условия для них вроде бы ненормальные у нас существуют. И второе – хорошо это или плохо будет? Я бы хотел сейчас свой ответ поделить на две части. Первая часть – то, что если взять Великобританию и Соединенные Штаты Америки и Киргизию маленькую, то значит, Великобритания и США свыше 600 и свыше 130 политических партий соответственно. Но при этом и там, и там две партии доминирующие. То есть, и мы не говорим, что и в Великобритании, допустим, и в США политический бардак, потому что много политических партий. Возьмем нашу ближайшую страну, сосед Киргизия, где 136 политических партий. На позапрошлых парламентских выборах принимали участие 27 политических партий. Из них 5 прошли в парламент. И мы тоже не наблюдаем в Киргизии бардака. Потому что сейчас, после того, как заработал многопартийный парламент, как прошел период перехода на президенты, мы видим, что в Киргизии все стабилизируется. И они идут по пути к высокоразвитой демократической стране. Это то, что касается количества политических партий. Что касается у нас в Казахстане. Я думаю, что сегодня невозможно в Казахстане создать новую политическую партию. Поэтому сейчас легче просто купить партию. Легче ее просто, допустим, передоверить. На каких-то условиях кому-то поручить заниматься этой партией. Налицо тенденция, что не один, а целый ряд политиков время от времени меняют партию. Примыкают к той или иной партии. Некоторые из них даже меняют свои убеждения, спектр. И хотелось бы понять, это все-таки эволюционный процесс такой в политической карьере данной конкретной персоны. Или же это, я извиняюсь за выражение, элементарная политическая проституция. Максим? Ну, почему проституция? Человек был в одной элитной группе, пользовался там привилегиями, занимал определенный статус. Получил предложение, так сказать, о смене места работы и все. Валерий Панк, как вы считаете? Я бы привел пример из истории, когда Уинстон Черчилль, он, кстати, установил мировой рекорд по тому, сколько лет находился в парламенте, 64 года и 4 месяца, в книгу рекордов Гиннесова попал. Но благодаря чему он столько был на ведущих ролях? Он четыре раза переходил из одной партии в другую. То есть, это говорило о его политической гибкости, это говорило о его дипломатичности, о политической прозорливости и о том, что это человек, который реально оценил ситуацию в тот или иной момент. То есть, он не создавал партию, он просто переходил? Четыре раза переходил из партии в партию. Вы как считаете? Толкнусь от себя. Я первую половину жизни прожил энергетиком, очень неплохо прожил, считал, что лучше этого занятия нет на свете. Я стал депутатом Верховного Совета, потом президент назначил меня министром. Я возглавлял не что-нибудь, а государственный антимонопольный комитет, пытался противодействовать монополизации экономики. И естественным образом, когда подошел вопрос, что мне дальше делать, либо вписываться и превращаться в некие известные фигуры, в общем, толку бы у меня хватило стать такой известной одной из известных фигур, я понял, что мне надо уходить в оппозицию и продолжать там заниматься антимонопольной политикой. Я поменял много партий. Я ни одну партию не менял. Я каждый раз был в той партии, которая в данный конкретный момент существовала и была на острие вот этой политической модернизации. Выбор – это, пожалуй, единственный инструмент электоральный, который оживляет деятельность этих партий, к сожалению. На мой взгляд, в развивающейся обществе партии должны, скажем так, заявлять о себе ежедневно, если не ежечасно, самыми различными делами, акциями, помощью населения. То есть ежедневной, постоянной, рутинной работой. Но у нас получается, к сожалению, не так. Может быть, разве что партия власти имеет просто больше возможностей такие акции проводить периодически. Но партии как будто из небытия откуда-то восстают, да, начинают двигаться месяц-два, а потом опять исчезают из подозрения населения. И в результате получается совершенно странный парадокс. Вот перед последними выборами несколько моих знакомых удивлялись на полном серьезе, что партии ОСАР, оказывается, не существует уже давно. 20 лет тому назад, на заре нашей независимости, страной монопольно правила только одна партия – коммунистическая. Сегодня партий много, но праве страной по-прежнему лишь одна из них. Так верным ли путем идет партийное строительство в Казахстане? До свидания. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин